С 1923 года уже, вот эту дату надо хорошо запомнить, конец 22-го года, начало 23-го года, началось массовое наступление или всеобщая мобилизация на борьбу с религией, с церковью, началось организованное наступление с 1922-го, с 1923-го годов. Если до этого машина еще не была раскручена, большевики еще не смогли сориентироваться на шкаф с церковью расправиться. А вот в конце 22-го, начале 23-х годов уже началась разработка целенаправленной программы по уничтожению всех церквей, по ликвидации всех вероисповеданий. Что было конкретно предпринято? При ЦК партии была создана антирелигиозная комиссия. Возглавил ее Емельян Ярославский. Емельян Ярославский. Это такой большевик, ленинец. Это тот самый Ярославский, который написал Библию для верующих и неверующих. Интересно то, что Ярославский имел всего четыре класса образования. А у него было четырехклассное образование, что он взял на себя такую миссию написать Библию для верующих и неверующих. И кто же ее читал? Распространяли. А в чем суть там была? Ну, он все там высмеивал, все события библейские, истинно библейские, так очень гробо, по-большевистски кощунствовал, можно сказать. Подсчитывал, наверное, сколько зверей коптех, ну, а не вода, если по-большевистски. Ну, ее можно найти где-то в старых библиотеках. Ну, там, наверное, про Христа, что он незаконно рожденный, там такое все тоже, как бы, ну, грубо. Да, всяких там наворотов очень много. По инициативе Ярославского в этом же году был создан Союз воинствующих безбожников. Это в Союз стал выпускать журнал, много тиражный, под таким же названием «Безбожник». Ну, в Москве даже есть улицы или переулки, которые, по-моему, до сих пор так называются, «Безбожный переулок». Ну, если там ребята были, которых четыре класса образования, то это не удивительно. при ОГПУ, при тогдашнем ЧК, был создан специальный отдел по борьбе с религией. Этот отдел возглавил Евгений Тучков. Евгений Тучков. Он тоже был выходец из крестьян, в не очень образованное купление. Но с такой вот хваткой железной, как говорится, что никакой совести у него не было, никакой внутренней борьбы. Это вот люди без внутреннего конфликта. И из таких характеров обычно какие-то начальники формируются, лидеры без внутренних конфликтов. Человек может кого-то наказать там неоправданно, и у него, как говорится, сердце не болит. Он начальник. А в каком контексте было такое высказывание «Религия опиум для народа»? Да. Ну, это выражение, оно проделало такую длинную-длинную историю, эволюцию. Впервые, как предполагают, эта фраза была произнесена одним священником. Священником англичанской церкви. Ну, по поводу того, что «Религия — это опиум для народа». Под «Религию» он подразумевал внешнюю религиозность, внешние обряды верии. Опора на обряды. Не на живую веру, а на обряды. Ну, и вот он сказал, что такая религия, такой обряды верии — это своего рода опиум. В отрицательном. Да, в отрицательном смысле. А потом уже вот Маркс взял на вооружение ту же самую фразу, но придал ей другое. Взлазил значение, что вот, мол, этот Мартин Лютер, он перевел людей из одного рабства в рабство в другое. Вот рабство в католической церкви было, а Лютер потом, мол, сознательно рабство утвердил, рабство в сердце перевел. Это позиция. Маркс такая была. Ну, и тут же он вот эту фразу опять применил. Уже применительно вообще. К вере. К любой вере, да. Потом Ленин взял на вооружение все его окружения и так далее. Такая примерно была предыстория этого выражения. Ну, они действительно, как бы, такие искренние были в своих, как бы, ну, идеологии. Или они преследовали какие-то, ну, как бы, корыстные цели. Если разобраться, то по существу получается тот же теизм и даже религия. Да. Ну, наверное, следует понимать так, что большевикам вот сама мысль о Боге была невыгодна. Почему? Потому что Бог для них – это конкурент. Вера в Бога – это конкуренция. Что мы должны быть в центре внимания, нам должны поклоняться. А тут вдруг вот люди там идут в церковь, в храм, в Библию признают, Богу молятся. Они должны нам молиться, партии. Вот. Ладно. Большевиков-то. Как в Риме. Их, да, похожие ситуации. Там же ведь в Риме-то раздевался культ Кеса, культ императора. Император – божество. На одеянии римских императоров даже была такая надпись «Спаситель». Вот в книге «Откровение» как раз есть отголоски той ситуации, когда речь идет о звере, об антихристе, что на их там одежде и на челе имена богохульные. Вот богохульные имена как раз на одеяниях римских императоров были. Их не только Господом именовали, но даже спасителем. Конечно, когда христиане сталкивались с этим, они приходили в ужас, резко не принимали. И это и призывает других не соблазняться. Многою повторяется история Древнего Рима, история империи нашей большевистской. Многое созвучие, есть перекличка. Чем должен был заниматься отдел при ЧК, отдел по борьбе с религией во главе Стучкова? Он должен был сталкивать верующих друг с другом, возбуждать вражду среди верующих, сталкивать лбами, дробить верующих, раскалывать, использовать какие-то спорные моменты для того, чтобы разбивать верующих на маленькие группировки. Ну, например, такой спорный вопрос, как отношение к военной службе, отношение к присяге. Были же разные мнения у баптистов, у иванских христиан, у других верующих родственных конфессий. Этот вопрос поднимается на съездах. Значит, на съезды обычно чекисты засылали своих агентов, свою агентуру. Среди делегатов духовных съездов было много чекистов, что они сидели там в рядах. И когда там вставился какой-то вопрос на голосование, вот эти представители и голосовали за такую резолюцию, за такое решение, которое выгодно советской власти. Они же видели остатку, да? Это же может было легко среди верующих. Да, чаще всего видели. И мне вот попадались документы такого рода, правда, местного характера, по-моему, по Тверской области, где вот местный чекист из Твери пишет в Москву отчет о проделанной работе. И там жалуются, жалуются на что? Что нам никак не удается внедрить своих агентов в церковь, в церковное общение. Их сразу распознают там, сразу рассказывают. Очень трудно с этим делом внедрить свою агентуру в общины баптистские, в общины евангельские. Мы пытаемся это делать, но не всегда удачно. Этот процесс осуществляется. Ну, где-то неудачно, где-то удачно. Вот, в частности, Тучков добился своей цели на съезде 1926 года. На съездах баптистов и на съездах иванских христиан. Он длинный отчет написал, а там отметил, что нам удалось, как говорится, убить двух зайцев. Мы оказали давление на лидеров религиозных, чтобы они признали военную службу Советской Армии для всех. Вот этой цели мы добились. И второе. На этой почве нам удалось расколоть верующих на две группировки. И баптистов раскололи, и иванских христиан в отношении к этому вопросу. Нам не безразлична современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com В 1919 году даже был один такой благородный жест со стороны большевиков по отношению к православным христианам. Этот жест удивил зарубежные страны. Они никак не ожидали этого от большевиков. В 1919 году вышел декрет об освобождении от военной службы лиц по религиозным убеждениям. Это 1919 год. Такой вот прецедент со стороны советской власти. Неожиданный. Но, к сожалению, действие этого декрета продолжалось недолго. Да и то с большим таким скрипом он применялся практически. Чтобы освободить человека, освободить человека от военной службы по религиозным мотивам, нужно было там пройти ряд разбирательств, судебных процессов. Суд должен был принять решение об освобождении от армии того или иного лица. Служили, наверное, где-то недолго, где-то год три в то время. Был организован так называемый экспертный совет, связанный с процедурой освобождения. Назывался он экспертный совет религиозных групп и общин. В него входили представители от религиозных конфессий, от баптистов, от толстовцев, от иванских христиан, от молотан. Этот совет должен был давать справку призывнику, что он действует искренне, что его убеждения искренние, а не просто он старается, как говорят, откосить от армии под любым предлогом. Проводилось собеседование с молодыми людьми, что пасторы там были, что они потом писали справку, заключение. Эту справку передавалось в суд, как основание. Очень много лиц было освобождено вот таким образом от армии, но со временем действие этого указа декрета сошло на нет. С чем это было связано? Ну, наблюдались, с одной стороны, злоупотребления, когда церкви стали пополняться в связи с некоторой свободой, молодежью, и какая-то часть молодежи, на самом деле, просто не хотела идти в армию. А тут вот повод такой представился. Да, так они туда и по артистам истыкали, получается, в тот же раз, там, крещение приняло, кому ли тебя, и все, в армию не идешь. Да. Очень выгодно. Да, с одной стороны, были злоупотребления со стороны верующих, а с другой стороны, большевикам, конечно, было невыгодно, чтобы этот декрет действовало дальше. И где-то вот два года примерно действие продолжалось, а потом отменили постепенно. Ну, а вот с 23-го года, когда началось массированное наступление на религию, на церковь, на веру, тут уже стали действовать по всем фронтам. Союз воинствующих безбожников. В этот союз принимали детей чуть ли не детсадовского возраста, не только взрослых, но даже детей. Начни давали, да, им. Да, он рос, как на дрожжах, таким интенсивным образом. Чаще всего применялись такие коварные методы борьбы с верующими. Ну, вот такой пример. В то время, как мы с вами упоминали, верующие стали организовывать христианские колхозы в сельской местности. Трудовые общины, трудовые кооперативы в городах. И вот однажды в такой артельсис хозяйственную, где разводили лошадей, приехали кинооператоры из Москвы. Бригады кинооператоров приезжают в общину верующих, где они коневодством занимаются. Говорят им, покажите нам ваше хозяйство, как вы здесь кормите лошадей, как вы их объезжаете, все ваши постройки покажите, поля прилегающие. Мы сделали фильм о вашей работе, о вашем хозяйстве. Ну, верующие по простоте душевной стали все показывать. И лошадей, и конюшни, и все хозяйство. Все это снималось тщательным образом. Через некоторое время выходит фильм под названием «Как сектанты мучают лошадей». Как сектанты мучают бедных животных, как они издеваются над ними. Коварный метод лукавый – обмануть, а потом преподать совсем в другом ракурсе. Так это потом уже и байки пошли о том, что верующие в жертву приносят, кровь пьют. Такие байки были еще в царское время. При большевистской власти это все продолжалось. Да, муссировалось. В больших городах и в селах тоже устраивали так называемые комсомольские пасхи. Комсомольская пасха. «Комсомольское Рождество», когда шли толпы молодых людей со всякими лозунгами, с карикатурными изображениями. Пели такие песни кощунственные, антирелигиозные. Часто даже врывались в храмы прямо во время богослужений. Да, что-то такое похожее на развод сатанизма. Статьи всякие писали ругательные про верующих, используя слова очень грубые. Закрывались постепенно журналы духовные. Сразу после 1917 года возобновилось издание журнала «Баптист», «Христианин». В 1920-е годы их стали закрывать под разными предлогами. Правда, в 1923 году в Стокгольме проходил очередной Всемирный конгресс баптистов. Туда была направлена делегация русских, теперь уже советских баптистов. Большая делегация. Но эту делегацию делегатов так жестко проинструктировали, чтобы не было никаких там выступлений, заявлений, высказываний антисоветского характера. Когда кто-то из делегатов там или в частности беседили на большом каком-то собрании во время работ съезда что-то такое, допустил какое-то высказывание, его сразу же предупредили, что можем не разрешить тебе вернуться в СССР в связи с этим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова